Увеличить краевое единовременное пособие для граждан, усыновивших детей, до 40 тысяч рублей. Такую меру поддержки сегодня рассмотрели депутаты на сессии АКЗС. Законопроект вынесли на обсуждение по инициативе губернатора и фракции ЛДПР. Кроме того, на четверть планируется увеличить и размер ежемесячного пособия для усыновителей. Еще одно предложение – сократить срок нахождения ребенка под опекой, необходимый для назначения ежемесячного пособия. Раньше это было у нас до трех лет, если ребенок находится под опекой, через три года они могли усыновить. Такое пособие выплачивалось до 18 лет. Сейчас мы меняем форму, потому что не до трех лет, а до одного года. После одного года граждане могут усыновлять детей. Также депутаты предложили внести поправки к краевому закону о доплатах к пенсии. Сейчас доплату получают только неработающие пенсионеры, которые имеют различные звания народных, заслуженных работников СССР, Российской Федерации и другие. Устранить несправедливость предложили в «Единой России». Эти люди, которые выходили на пенсию, ну очень многие, ну не многие, но есть та категория, которая продолжала работать. Больше всего это преподавательская деятельность. И получалось не очень хорошо, потому что мы работающим недоплату эту не выплачивали. И мы сейчас исправляем и делаем так, чтобы все работающие и неработающие эту доплату получали. Депутаты рассмотрели и пакет изменений в закон о патентной системе налогообложения на территории края. Это касается предпринимателей, которые официально признали свои предприятия социальными. Для них предусмотрена возможность снижения потенциально возможного годового дохода на 50%. У нас таких всего на сегодняшний день 121. В основном это образование дополнительное, дошкольное. Это культура, это спорт, это здравоохранение, социальная сфера. И вот сейчас мы предлагаем понизить в два раза. Это очень существенно размер потенциально возможного годового дохода. Ну то есть по сути стоимость патентов в два раза уменьшить. Для тех, кто зарегистрируется такими социальными предприятиями. Еще одна тема, которую сегодня подняли депутаты – агроагрегаторы в регионе. Их планируют включить в число получателей господдержки. Предполагается, что агроагрегаторы объединят усилия малых производителей, предоставляя им необходимые ресурсы и инфраструктуру для выхода на рынки сбыта. Это сбор продукции, то есть это объединение, естественно, фермерских хозяйств, сельхозтовропроизводителей. Сбор этой продукции, безусловно, ее переработка первичная, это фасовка и, так сказать, доставка на полку магазина. По словам Сергея Серова, от этого выигрывает и производитель, и потребитель. Также он объяснил, чем агроагрегаторы будут отличаться от кооперативов. Собственно говоря, это тот же сельскохозяйственный потребительский кооператив. Но вот сельскохозяйственный кооперативный, значит, кооператив, это, собственно говоря, не коммерческая организация. Здесь это ООО, то есть это уже коммерческая организация. И полученная прибыль, естественно, будет распределяться среди участников. Также депутаты Краевого Заксобрания одобрили в первом чтении бюджет края на 25-й год. Планируется, что доходы края вырастут на 25% и составят больше 110 миллиардов рублей. Поступление из федерального бюджета порядка 56 миллиардов. Добавим, что в документе учли и повышение МРОД с 1 января. Итога 22 440 рублей. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.